Это больше чем новости на телеканале Югра. Я Елена Келян. Теперь по пятницам. Редакция новостей рассказывает больше обычного. Мы анализируем, ставим эксперименты и проводим опыты. В ближайшие 40 минут все, чем жила Югра на этой неделе. Зимняя трасса, автобус Акробаты. Эти слова возвращают всю Югру в события трехлетней давности. В 2016-м неподалеку от Ханты-Мансиска Трал въехал в автобус с чемпионами, которые возвращались в родной Нефтеуганск соревнований. Погибло тогда 12 человек и 10 из них дети. Это были подающие надежды спортсмены и выдающиеся в своем деле педагоги. О том страшном дне теперь в Нефтеуганске напоминает стеллы жизни в честь юных акробатов. Этот день стал народным днем траура и скорби, а жизнь семей навсегда разделилась на до и после. Кто-то из них вернулся в спорт, другие до сих пор пытаются восстановиться после тяжелейших травм. Как сегодня живут те, для кого 4 декабря 2016-го навсегда стал переломным в материале Ольги Придохи. Все дети были разносторонние. Вот это вот, например, портрет рисовала девочка Гавхар Аргашова. Вот, нарисовала. То есть они не только в спорте были, они и учились все хорошо, и времени хватало на другие занятия. С большой гордостью Олеся Просвиркина показывает аллею славы своих детей Вероники и Данила. Выбиваются разве что на полках для наград две золотые медали, датированные 4 декабря 2016-го года. Для тогда еще 8-летней Вероники это золото стало переломным, для 14-летнего Данила – последним. В аварии под Ханты-Мансийском Владимир и Олеся Просвиркины потеряли сына и едва спасли дочь. 4 декабря, 3 года назад, на трассе под Ханты-Мансийском автобус с чемпионами попал в жуткую аварию. Большой трал, перевозивший гусеничный вездеход, ударился об автобус с детьми. Как выяснилось потом, незакрепленный вездеход протаранил перевозчика. Сразу после автобус с детьми отбросило на идущую следом фуру, после чего просто разорвало на части. В этой трагедии погибли 12 человек, 10 из них – дети. В их числе был и Даниил. Жизнь, конечно, остановилась, наверное, вот в тот момент, потому что, ну, были здоровые дети, то есть мы не знали, что такое больницы, никогда не болели. И тут полностью вообще, ну, лежит ребенок, да, и вот беззащитный, и не знаю, что будет дальше. Веронику тогда в тяжелом состоянии доставили в больницу. В Ханты-Мансийске, а затем в Москве, в клинике имени Бурденко девочка перенесла несколько сложнейших операций на голове. Слева вместо черепной кости у нее теперь титановая пластина. Врачи, как бы, надежды там сильных не давали, честно говоря, что если будет ходить, то, ну, неизвестно, как она будет ходить. Ну, меня этот вариант, честно сказать, не устраивал. Потерять сына и потом, чтобы была дочь инвалидом, меня такой вариант не устраивал. Ну, я начал сам вспоминать все, что я мог. Спустя несколько месяцев чудо поверили и врачи, которые на выписке собрались всем составом, чтобы увидеть, как маленькая девочка садится на шпагат. До новых побед ей тогда было далеко. Вместе с папой Вероника заново училась говорить, ходить, держать в руках ложку и мечтать о большом спорте. Тяжелее всего восстанавливалась правая рука. Она смотрела на руку в слезах, ревела, смотрела, заставляя руку поднимать головой, мыслями заставляя. Вот она вот лежала-лежала, руку так перекинула. А когда перекинула, она еще сильнее от радости начала реветь. Я ей сказал, вот видишь, можешь. Ну, и с того времени, как бы, все пошло, пошло, пошло. Я, как бы, почти все детство провела тут. Ну, акробатикой занимаюсь. И, как бы, меня тянет. Спустя время Вероника вернулась в зал. О полноценных тренировках тогда говорить было рано. Тем более, что бессменный тренер девочки Оксана Некрушец еще не возобновила работу. 4 декабря она тоже была в том автобусе вместе с воспитанниками и своим сыном. Он погиб, а женщина получила травмы, которые давали ей только один из сотни шансов на жизнь. На страх и риск под свое крыло Веронику взяла Виктория Хакимова. Тренер и ученица Оксана Некрушец. Незадолго до аварии она насовсем переехала из Нефтьюганска в Сургут. Но когда случилась беда, девушка без раздумий вернулась обратно. Оксана Михайловна меня воспитывала. Воспитала из меня спортсменку, мастера спорта по акробатике. После этой трагедии просто не смогла, наверное, остаться в другом городе. Мне хотелось помочь своей родной школе, родным людям. Сегодня в небольшом спортзале, а спорткомплекс «Сибиряк» до сих пор закрыт и пока не отремонтирован, каждый день из взбалмошных ребятишек воспитывает именитых акробатов та самая Оксана Некрушец. В жизни она скромная, все больше молчит, нехотя вспоминает хронологию последних трех лет и, приглушая слезы улыбкой, добавляет, сюда она идет хотя бы ради Вероники. Это ее единственная воспитанница, которая после аварии вернулась в спорт. Надо было работать, чтобы меньше думать о том, что произошло, чтобы как-то себя вытаскивать из того, где я очутилась. Потому что, конечно, я привыкла вести активный образ жизни, а там я была практически, не двигалась. Совсем другая, она на тренировке и молчании сменяются скупыми и где-то даже жесткими замечаниями, задумчивой сосредоточенностью над каждым движением своего подопечного. Ты сейчас и там не постаралась, я втянула спичак через сумму, провалилась вся. Акробатика, спорт для сильных, повторяет тренер и жалеть детей, это губить их талант. Совсем недавно ее воспитанники вернулись с первенства округа по акробатике. Такого же, как три года назад в Хантамансиске на этот раз соревнования прошли в Лангипасе. Ее ученики по традиции многих лет вновь стали чемпионами, в их числе и Вероника. В ее семье, кстати, недавно тоже случилась большая радость. У девочки появился младший брат. Назвали его Никитой в честь друга Данила. И теперь у Вероники осталась еще одна мечта, которую она пообещала исполнить своему погибшему брату три года назад. Стать мастером спорта по спортивной акробатике. Ольга Придоха, Игорь Батищев, телерадио компания «Югра». И это больше, чем новости из Нефтьюганска. Это больше, чем новости. Смотрите далее в нашей программе. Квадратные метры надежды. Первую социальную гостиницу для бывших заключенных открыли в Югре. Инициативу оценили в президентском фонде. Как она реализуется в Сургуте. История живая и движущаяся, о чем расскажет интерактивный парк. И как в Югре школьников теперь будут увлекать рассказами о прошлом. А под крылом топорище. Почему в Северном многоборье важна не только сила, но и законы аэродинамики. И как топоры пролетают сотни метров. Олени есть еще бы интернет. Югорский блогер, снимая репортажи со стойбища, завоевывает публику. В Сургуте выписали годовалую Василису Худоярову. Она пострадала в пожаре в том самом общежитии в поселке Дорожный. Трагедия развернулась 25 ноября. В мороз здесь замкнула проводка. 21 семья осталась без крыши над головой. Через 10 дней под завалами нашли тело мужчины. Еще одна женщина остается в реанимации. Маленькая Василиса пролежала в реанимации несколько дней. Дышать самостоятельно она не могла, так что ее подключили к искусственной вентиляции легких. А все потому, что во время пожара отравилась продуктами горения. Врачам удалось очистить легкие от копоти. Состояние стабилизировалось. Девочку выписали. Каждый пятый пожар в Югре случается из-за неправильного обращения с печами и каминами. Специалисты Госпошнадзора отмечают, что югорчане стали лучше класть печи, но не всегда правильно их используют. Пожар в частном секторе, где в основном и сохранилось печное топление, а строения деревянные – большая опасность. Огонь мгновенно перекидывается на соседние здания. Прошлой весной в Нижневартовске именно так сгорели сразу несколько домов. Холодное время года, особенно горячая пора для пожарных. Они регулярно выезжают в поселки, осматривают печи и в очередной раз рассказывают, как делать дома теплыми и безопасными. Печной ликбез в репортаже Алексея Шабанова. Олег Кузьменко стучится сегодня уже в сотую дверь. Частный сектор – сложный фронт работы. Особенно зимой, когда все активно используют отопительное оборудование. Если к электрическим котлам прилагается инструкция, то добрая русская печка – это почти народная мудрость. Здесь рецепт героя сказок не поможет. Его нужно тоже обслуживать, это печную трубу, чистить периодически, потому что сажа забивает, получается, выходную трубу, которая находит на улицу. Эти искры, они должны, по идее, выходить наружу, но остается внутри, температура нарастает, и перекрытие крыши начинает нагреваться, и тем самым происходит возгорание. У вортовчанина Николая Сабанова недавно выгорела баня. Подвели ненадежные трубы с сэндвичи. Хозяин быстро все восстановил, и теперь особенно пристально следит и за банькой, и за каменкой в доме. Печник выложил ее 10 лет назад, но печь до сих пор в идеальном состоянии. Николай Васильевич ежегодно чистит домоход. Каждый год колосники ищу, и чтобы трещин не было нигде. Там скрываю, смотрю, всегда трубу, там у меня 4 слоя айсбеста, и все обвернуто кругом. Ранее, говорят пожарные, зачастую сами печки клали неправильно. Сейчас таких проблем гораздо меньше. Люди стараются правильно монтировать свои печи, дабы уже научены горьким опытом соседей, либо друзей, родственников и так далее. Поэтому стараются изначально печь установить правильно. Более того, сейчас многие дачники с закрытыми глазами расскажут и продемонстрируют безопасную изоляцию. Притопочные листы и несгораемые материалы. Бесплатный мастер-класс от настоящего хозяина частного дома. Это мы сами, мы сами делали. Это изолировано, чем кирпич, это надежнее. А кто вам сказал, что именно так надо делать? Ну, все вот так сделали, сосед там сделали. Единственное замечание, возле топки должен быть притопочный лист размерами 0,5-0,7 метра. Конечно, весь частный фонд обойти невозможно. Даже в небольшом городе это сотни хозяйств. Поэтому в первую очередь во время рейдов обращают внимание на дома, где топятся печи. Двери открывают не везде. Зачастую не пускают в дома, разговаривают на пороге. Тогда приходится ограничиться инструктажем. Здесь уже действует принцип «предупрежден, значит вооружен». Топите печи при закрытых дверцах, чтобы превратить выпадение горящих дров и углей на пол. Также, напоминают специалисты, нельзя при розжиге использовать легковоспламеняющиеся жидкости. А печь лучше топить при закрытой дверце. Дрова же хранить исключительно на металлическом листе. При этом не забывать удалять угарный газ. Тихий убийца, как называют его пожарные, не менее опасен, чем ответственный. Алексей Шабанов, Василий Сысуев, Евгений Лоскутников, Юрий Гурьев. Специально для программы «Больше чем новости». Нижневартовск, Ханты-Мансийск. Если обратиться к цифрам, с начала года неисправные печи стали причиной почти 300 пожаров. Не обошлось и без жертв. 8 человек погибли, 11 получили травмы. Для сравнения, в прошлом году таких случаев было меньше. В 2018-м произошло 282 пожара. Погибли двое югорчан и 5 пострадали. Получается, в этом году в 4 раза выросло количество погибших и на 5% число возгораний. В общем числе пожаров они занимают солидную долю. Практически каждый пятый случай в Югре происходит из-за неправильного обращения с печами и каминами. Всего в жилом секторе, в том числе в вагончиках и садовых домиках, в этом году произошло почти 1140 пожаров. Небольшие жилые вагончики стали не просто домом, а островом надежды для бывших заключенных. Для них в Сургуте открыли первую в округе социальную гостиницу. По стояльцам помогут с трудоустройством и оформлением документов. Выдадут предметы первой необходимости и мобильный телефон. Сургутские волонтеры заявили свою идею на конкурс президентских грантов и получили финансирование. О тех, кто дает билет в новую жизнь, расскажет моя коллега Елена Каткова. Для Ольги Подлесных эта социальная гостиница как нельзя кстати. Четыре года Сургутянка отбывала наказание за преступление в пермской колонии. Это уже второй ее срок. Несколько месяцев назад она освободилась. Как это часто бывает, от нее отвернулись и родные, и знакомые. Сейчас у Ольги есть одна заветная мечта – устроиться на работу, приобрести собственное жилье и помогать детям. Первая проблема, когда выходим, жилье, где остановиться, правильно, это здесь все, пожалуйста, все готовое, все еще плюс будут помогать с трудоустройством. Допустим, вот мне в больницу инвалидность надо сделать, тоже это будет. Я знаю, что у меня есть куда прийти. Тут как бы все можно, это самое, и кушать, и готовить, и холодильник, и все-все есть. В общем, меня все устраивает, я довольна. Два помещения по восемь койкомест с общим холодильником, столом и шкафами. Этому проекту не больше полугода. Сначала он получил президентский грант, затем поддержку округа. Некоммерческая организация «Шаг вперед» стала первой в Югре, кто помогает бывшим осужденным начать новую жизнь. Мы им даем трудоустройство, мы им даем поддержку какой-то предметами первой необходимости, либо консультация о мерах социальной поддержки. Это не говорит о том, что они обретут себе очень сильно быстрое жилье. То есть вот жилье им на первое время очень необходимо, это самая главная цель, чтобы люди не захотели вернуться обратно. Как говорят сотрудники полиции, обратно в места лишения свободы бывшие осужденные возвращаются часто. Обычно из-за банальной причины некуда идти. Либо родственники против их проживания совместно. И такая помощь колоссальная будет оказана данным осужденным, что они могут действительно сюда прийти, обратиться за помощью, встать на ноги, трудоустроиться, сделают документы и вперед. Сейчас в социальной гостинице восемь постояльцев. У всех теперь есть крыша над головой, предметы первой необходимости и даже смартфоны. А самое главное, у каждого из них теперь есть шанс начать жизнь с чистого листа. Елена Каткова, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра», Сургут. Жителю Сургутского района Курману Ясакаеву вручили премию мира. В Санкт-Петербурге наградили жителя Федоровского, который в июле этого года спас тонущую девочку. Мы уже рассказывали эту историю. Юноша оказался победителем в номинации «Подвиг». Премия мира – это конкурс, в котором отмечают людей, совершивших героические поступки. В этом году заявки на участие подали более 700 человек из 60 регионов России, а также из 14 стран. Курману Ясакаеву вручили диплом, статуэтку в виде земного шара, билеты в музей Северной столицы, а еще сертификат на обучение английскому языку. Теперь юноша мечтает стать профессиональным спасателем и работать в МЧС. В Сургуте вот-вот двери откроет мультимедийный парк «Россия – моя история». По стране таких два десятка. Сургутский станет 21-м. По площади и технической начинке ничуть не уступает федеральным аналогам. Югорский парк вошел в пятерку крупнейших. Экскурсоводы здесь ждут не только жителей Югры, но и мало. Для школьников уже готовят образовательные экскурсии, чтобы учебный материал они могли закрепить в привычной для себя форме с помощью умных гаджетов. Рады в парке и малышам. С помощью панорамных, говорящих, крутящихся и движущихся экспонатов об истории России можно рассказать даже дошкольникам. Еще до открытия первой по парку прогулялась Ольга Придоха. Мультимедийный парк «Россия – моя история» в Сургуте наконец открыт. Это уникальная площадка. Сургут стал 21-м городом по счету, но первым немиллионником, где появилась такая панорамная площадка. От Руликовичей до Романовых, от Великой Отечественной войны до наших дней. Теперь школьники смогут изучать историю родного края, родной страны не только по учебникам. Вся выставка состоит из четырех экспозиций. Мы сейчас с вами непосредственно находимся в экспозиции, посвященной правлению Рюриковичей. Мы с вами выходим из первого зала, который называется «Проистория», и входим в зал «Первые русские князья». Вот мы с вами видим проекции. На каждом из этих полотен представлены лиды. Это то, о чем более подробно мы с вами можем узнать через тачпады. Сейчас мы с вами заходим в зал «Крещение Руси». Этот зал интересен тем, что здесь у нас представлена такая интересная инсталляция. Да, она символизирует вхождение Руси в христианский мир. Как бы крещение в водах Днепра. Да, нужно, смотрите. Оп! И у нас пошли вот такие волны, круги по воде, да. Звездное небо. Есть еще одна техническая возможность изучения материала. Это вот такие тачпанели. Допустим, здесь мы с вами находимся в зале «Крещение Руси». Мы можем посмотреть с вами, ну, например, храмы. С 360-градусной проекции мы с вами можем Архангельский собор Московского Кремля со всех сторон рассмотреть. Кстати говоря, вот хочу обратить ваше внимание, из 42 залов в 37 у нас представлен региональный контент. Это история Югры. Ну вот, например, мы с вами стоим перед таким стендом, где рассказывается о первом упоминании о Югре. На компоновании вот этого контента регионального мы задействовали все ведущие научные, культурные учреждения. И Югры, и Урфо, конечно, это все писали наши ученые, свыше 50 авторов. По своему качеству, очень качественно сделанный контент, это мнение наших московских коллег. Это так называемый стол, тач-стол, на котором проектируется 3D-реконструкция различных событий. Можем с вами, допустим, посмотреть, что вас интересует. Москва, например. Ну, Москва, конечно же, столица нашей Родины. Все, можно покрутить. То есть вот идет у нас, видите, полностью 360 градусов вращение Кремля. Вот, например, вас интересует, что же это за речка. Яка неглинная, да, неглинка, соответственно. Все это можно посмотреть, как оно выглядело. То есть визуализация, причем она такая объемная в 3D-модель. Можно узнать что-то, например, там. То есть здесь рассказывается о бытии, об одежде. Это зал Первой мировой войны в мультимедийном парке «Россия». Моя история, он один из самых технически оснащенных. Сама по себе тема Первой мировой считается сложной и непростой. Поэтому визуализировать информацию попытались с помощью тачпадов и информационных стендов. Вишенкой этого зала является вот такой телевизионный котел. Дизайнеры говорят, что форма сделана специально для того, чтобы зритель, проходя мимо, в прямом смысле слова, мог окунуться в то, что здесь говорится и показывается. Сейчас мы заходим в зал Советского Союза, его последних лет. Здесь есть абсолютно уникальная возможность принять участие в голосовании за сохранение или распуск Советского Союза. Референдум проводился в 1991 году и здесь представлены результаты голосования 1991 непосредственно года и результаты, которые показывают наши посетители. Давайте я тогда проголосую за сохранение Советского Союза. И вот на статистике был учтен мой голос. Таким образом, каждый человек сегодня может высказаться и поучаствовать вот в такой исторической реконструкции. Этот купол называется 270 метров живой истории. Здесь представлены основные события всего 20 века. Российская история, это культура, это основные войны. Всеми теми событиями и трагическими, и великими, не побоюсь этого слова, которыми насыщен был 20 век для нашей страны. 6,5 тысяч квадратных метров живой, наглядной, движущейся истории. И сургутский, и мультимедийный парк входят в пятерку крупнейших по стране. Чтобы обойти его, не хватит и целого дня. Каждый день начинка парка обновляется и добавляется чем-то новым, как, впрочем, и история нашей страны. Ольга Придоха, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра». Специально для программы «Больше чем новости». Новая история Югры вершилась в Париже. Декабрь 2019-го будет ознаменован новыми соглашениями с Французской республикой. Югорская делегация поехала в парижскую штаб-квартиру ЮНЕСКО, чтобы рассказать, как в округе коренным народам помогают сохранить национальную идентичность. Это и эти стойбища, цифровые технологии в образовании и просто изучение родного языка. Навели мосты югорчане с местным бизнес-сообществом. К слову, за первое полугодие 2019-го торговый оборот Югры и Франции превысил 88 миллионов долларов. Дальше больше. Округ и Франция планируют совместно готовить профессиональные кадры. Например, Югра готова на месторождениях организовать практику для французских студентов. Также на встрече обсудили поставки экологически чистой продукции из региона. В середине декабря в Париже откроется выставка продукции под брендом «Сделано в Югре». На этой неделе Югра снова стала площадкой для состязаний по северному многоборью. В Ханты-Мансийск на Кубок России приехали спортсмены из 12 регионов, которых хранят традиции коренного населения. Помимо хозяйки игры, это Ненинский автономный округ, Якутия и Хабаровский край, Ямал и Венке. Виды спорта, которые входят в многоборье, имеют национальные корни. Одни зародились в быту, например, метание тынзяна на хорей. Другие – во время национальных праздников, когда можно было измерить свою удаль прыжками через нарты. На соревнования по метанию топорика Павел Желтов отправился со своим топором. Что из этого получилось, смотрите далее в сюжете. Тому, кто ни разу не видел соревнований по метанию топорика, этот вид спорта рвет все шаблоны. Не слишком красивое название и великолепное и очень азартное зрелище. По красоте эту дисциплину можно сравнить с гольфом. Все дело в том, что спортивный снаряд летит не только за счет силы броска. Он ложится на воздух и парит, издавая довольно мелодичный полусвист-полуклекот. С плотницким топором спортивный роднит схожая форма. Сам топор стальной, топорище деревянное, и в нем кроется весь секрет. Ручка сделана по всем законам аэродинамики и в сечении напоминает крыло самолета. Очень важная часть данного элемента – это топорище, деревяшка. Она у каждой команды, у каждого участника индивидуальная. То есть у каждого бросок абсолютно разный. И угол выточи топора, она у всех разная. То есть можно топор сделать по ветру, чтобы летел. Можно топор сделать, который летал без ветра. Есть топоры, у которых широкие, есть узкие, есть более длинные. Дальность полета спортивного снаряда – десятки и даже сотни метров. Такие соревнования в югорской столице можно проводить только за городом. Своенравный топорик, кажется, сам выбирает траекторию. Здесь не два и не три судьи. Люди в желтых жилетах и со стометровыми рулетками рассредоточены по всему полю. На спортивный праздник наша съемочная группа прибыла со своим топором – обычным плотницким. Особых иллюзий насчет его способности к планированию не было, но попробовать было нужно. Можно? Можно. Ну, зато он покатился. Как говорится, не взлетел. Впрочем, со специальным топориком для метания ситуация оказалась не намного лучше. Угол броска получился не тот. Ну, как выяснилось, чтобы бросить топор, нормально тоже нужно тренироваться. Просто так не получится. Для многих спортсменов метание топорика – любимый вид в северном многоборье. Они говорят, что чем больше вникаешь в тонкости, тем интереснее становится. Впрочем, на соревнования приезжают не только соревноваться. Например, Александр Васильковский из Ивентийского автономного округа уже 15 лет участвует в турнирах по северному многоборью. За это время, говорит, появилось очень много друзей. У нас как бы это, сплощенная группа спортсменов. Все друг друга знаем уже. С кем-то уже по 10, по 15 лет уже ездим вместе. С Канты-Массийском много парней. Ну, с Югры команды знаю. С Ямала знаю. Ну, с Чикотки, с Якутска много знаю парней. А вот с Чикотки так маловато. Кубок России по северному многоборью проходит целую неделю. Больше сотни спортсменов участвуют в пяти дисциплинах. Каждый в каждой. Здесь и прыжки через нарты, и метание тынзя на нахарей, и бег с палкой по пересеченной местности. По словам организаторов, в этом году в Ханты-Мансийский кубок собрал рекордное количество регионов участников – 12. Уже в эти выходные, выражаясь фигурально, топор со стезаней закопают, чтобы откопать в следующем году в Новом Уренгое. А в Югре проведут первенство России по северному многоборью. Павел Желтов, Виктор Севков. Ханты-Мансийский. Специально для программы «Больше чем новости». Экстремальная рыбалка покоряет YouTube. Видео снимает югорский блогер, представитель народа Ханты Владимир Айваседа из Сургутского района. В интернете он просто айваз. Его ролики показывают, каково это – жить на стойбище. Первое видео появилось в начале марта. Смотришь его, и будто сам управляешь бураном. Между тем подписчики шлют приветы из разных уголков мира – Карелии, Казахстана, Украины и даже Италии. Сейчас на канале 27 роликов. Самый популярный набрал уже полтора миллиона просмотров и посвящен зимней рыбалке. Само действие, как и съемка, проходит при весьма экстремальных условиях – минус 38. Видеооборудование для таких условий нужно специальное. Его, к слову, Владимир купил в кредит. Для продвижения контента югорчанину необходима более профессиональная аппаратура. Ее блогер думает приобрести, заявившись на грант-губернатора Югры. Владимир мечтает не о жизни в цивилизации, а о том, чтобы цивилизация в виде интернета пришла в его жизнь. Чтобы свои ролики блогер мог монтировать и выкладывать, не уезжая каждый раз в Когалы, а на месте в IT-стойбище. Олени мигрируют на другие стойбище к соседям, то есть спутаются с другими стадами. А этот олень как раз мигрировал к нам, от соседей к нам мигрировал. Вот мы его сейчас везем обратно. Смотрите, не переключайтесь, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы едем собирать своих оленей. Ханты-Мансийск сегодня, пожалуй, самый морозный город страны. И дело даже не в показаниях термометров. На них, кстати, довольно гуманные для декабря цифры 10 градусов со знаком минус. В очередной раз в столицу Югры съехались дедушки Морозы со всего округа. Есть гости и из Екатеринбурга, Перми, других городов страны. Их собрал 13-й Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек. Несколько дней они будут морозить новогоднее чудо. Уже сейчас на центральной площади Ханты-Мансийска проходит красочное открытие. Все сказочные герои собрались вместе, чтобы зажечь главную елку Югры. Каждый Дед Мороз подготовил свою игровую программу. Таким образом, они и поборются за право стать обладателем волшебного посоха. Такой конкурс профмастерства славим человека волшебства. Накануне этого большого праздника мы встретились с одним из представителей сказочной индустрии. Это главный Дед Мороз Ларьяка. Он рассказал, как зимние чародеи готовятся к съезду. Здравствуй, Дедушка Мороз. До слета Дедов Морозов буквально один день. И вот ты приехал заранее. Да. А зачем? Какая-то подготовка будет к этому грандиозному дню? Ну, я должен, в первую очередь, подготовить подарки, рассказать о себе, откуда я, потому что я же не один приехал. Ну, я Дед Мороз сельского поселения Ларьяк. Морозе уже, так понимается, 2019 лет. Вот будут 2020 морозить. А вот Дедом Морозом становятся или рождаются все-таки? Это, наверное, все-таки в крови. Быть Дедушкой Морозом. Потому что, ну, как можно стать Дедом Морозом? Не знаю. Я вот, наверное, родился уже Морозом. С бородой, в красном костюме. А слет Дедов Морозов – это конкурс профмастерства или программа повышения квалификации? Как вы бы это охарактеризовали? Я, наверное, все-таки думаю, что это в первую очередь учение. Ну, и вообще, для чего вот слет, да, вот мужик? Для того, чтобы быть, наверное, вместе, быть дружнее. Представляете, вот 200-300 Дедов Морозов. И мы, самое главное, будем соревноваться за главный приз. Это посох самого Великого Деда Мороза города Устюг. Дедушка, всем известно, что настоящий Дед Мороз живет в Великом Устюге. А ты из Ларьяка. И все же, ты настоящий или самозванец? Ну, конечно же, я настоящий, потому что в каждом селе, в каждом городе, в каждом, я не знаю, стране, есть свой Дед Мороз. Потому что настоящий Дедушка-то не успевает всем раздать подарки, поздравить всех с Новым Годом. Вот так. Поэтому, конечно, я настоящий. А докажи. Ну, хорошо. Ой, это не то. Так. Нет, это тоже не то. Боюсь, снеговичок не обрадуется. Ну, что ж такое. Наверное, давно не практиковался, что ли? Ну, вот. Конфеты. Совсем другое дело. Спасибо, дедушка. Пожалуйста, внученька. На этой неделе по всей Югре началась активная подготовка к праздникам. В этом году Югорская столица стала еще и новогодней для всей Сибири. Всероссийский съезд Дедов Морозов только начало. Завершится событие уже в январе. Визитная карточка проекта «Ледовый городок». На этот раз он обещает по-настоящему удивить югорчан и гостей округа. Подробнее о том, как в самом центре Ханты-Мансиска появились истуканы с острова Пасхи и другие достопримечательности со всего света. И безопасны ли ледяные горки для копчика, расскажет мой коллега Василий Сысуев. Валерий Кудрин – скульптор и художник и ювелир. Его основной профиль – горельеф и барельефы в интерьерах. В основном из гипса. Родом из Краснодарского края художник приехал на север ради одного – льда. Я перепробовал много материала. Я работал и по металлу, и с драгоценными металлами, и с гипсом, с деревом, с костью и так далее. Со льдом, в принципе, сталкиваюсь впервые. У нас просто на юге как бы со льдом проблемы. Давно хотелось попробовать этот материал. Вот и поехал на север. Одна вот такая ледяная глыба весит больше четырех сотен килограммов. А на постройку, например, вот такой вот горки в виде кремлевской башни нужно 50-60 таких вот блоков. А это где-то 24 тонны льда. К слову, этот лед местный. Его добывают на озере в пригороде Ханты-Мансийска. Блоки один на два метра вырезают прямо из-за мерзшей толщи воды. Главное, чтобы они были чистые и прозрачные. В среднем для возведения одного ледового городка нужно несколько сотен глыб. Их привозят на площадь, ставят, а дальше дело за мастерами. А вот Олег Берсенев привык работать с более твердыми материалами. Он вырезает скульптуры из гранита и мрамора. Говорит, лед, конечно, более податливый и в то же время хрупкий. Чтобы ледяная фигура получилась качественной, нужны хорошие инструменты и милость погоды. Сначала, в первую очередь, бензопила большой, а потом уже резаки, как бы там стамески. Желательно, чтобы не сильные морозы были, потому что в морозах при резкой смене температуры, как бы, лопаться начинает искаться. Вот потом уже по эскизу размеры, по размеру пилой опиливается и уже резаком уже сдовылись. К слову, перепады температуры стали причиной разрушения ледового городка в Самарово. Конструкция дала трещину, и подрядчики решили сделать демонтаж. Видео вызвало резонанс в соцсетях. Югорчане спрашивали, а так ли безопасны ледяные сооружения. Основную, самую большую горку на всякий случай усилили деревянным брусом, причем максимальной толщины. Там он выдержит два или три веса такой горки. Но даже без этого усиления было бы достаточно прочно. Но вот для надежности, для визуальной надежности, для внутреннего спокойствия жителей решили на всякий случай усилить. Теперь танк проедет. Отмечу, все ледяные фигуры заранее проектируют в архитектурном бюро. Особое внимание уделяют, конечно же, безопасности. Например, угол горки равен 30 градусам. То есть при переходе со склона на ровную поверхность удара не будет. А это значит, все копчики точно будут целыми. Достроить городок планируют к 18 декабря. Остались детали. Позже появится подсветка. Великая китайская стена, Триумфальная арка, Стоунхендж, Эфилева башня, Московский Кремль. Эти красивейшие достопримечательности мира югорчане смогут увидеть, не выезжая за пределы округа. Пусть они и изо льда, но смогут порадовать глаз, как настоящие. Василий Сысуев, Владимир Дадыко, Леонид Чемляков. Специально для программы «Больше чем новости». Защитник хоккейного клуба «Югра» Сергей Телегин получил вызов в сборную России. Речь идет о молодежке. Месяц назад югорчанин дебутировал в национальной команде. Тогда россияне сыграли суперсерию в Канаде. Сейчас Телегину предстоит выступить на чемпионате мира, который пройдет в Чехии. Воспитанники югорского хоккея попадают в стан национальных команд ежегодно. Такой успех обеспечивает хорошая детская спортшкола клуба. Игроки из других городов часто стремятся попасть в югорскую команду. Сейчас там занимаются больше 300 спортсменов от 5 до 17 лет. Попытался пробиться в команду и наш корреспондент. А свой хоккейный путь я начну с 11-летними пацанами. И сегодня я присоединюсь к команде «Югра-2008». Здорово, здорово, парни, здорово. Что, возьмете меня к себе в команду? Здорово. Здравствуйте. Точно возьмете? Да. Вот так гуськом хоккеисты отправляются на тренировку. Это не весь состав команды. В гостинице проживают лишь приезжие игроки. Из Челябинска, Стерлита Мака, Санкт-Петербурга. Им только исполнилось 11, а они уже твердо знают, кем хотят быть. Это ребята, которые уже, ну, у них что-то умеют, они хотят. Ведь это, ну, такой шаг в жизни все-таки уйти из образовательной школы, уйти в спортивное учреждение, где они, ну, оно заточено все-таки под спорт. И это, наверное, непростой шаг и для родителей, и для самого спортсмена. Ежегодно в Югру приезжают десятки игроков, чтобы попробовать себя в составе югорской команды. Сегодня в спортшколе обучается более 300 хоккеистов от 5 до 17 лет. Когда спортсменам исполняется 12 лет, они переходят в Югорский колледж-интернат Олимпийского резерва. Там живут, там получают образование. Бывают ребята, которые в мае не прошли отбор, они где-то в течение сезона приезжают. Мы смотрим, если они прибавляют, ну, кого-то оставляем. Кому-то даем рекомендации, чтобы над чем-то поработать. И в будущем также ждем на просмотр. Сегодня на тренировке все внимание, силе и скорости. В пару меня поставили с защитником Евгением Костецким. Несмотря на то, что я его выше, хоккеист не испугался и выполнял все указания тренера. А иногда подсказывал мне, что делать. Женя приехал в команду из Мегиона три года назад. Только вот живет он не в гостинице, как другие легионеры, а у родственников. Шансом перебраться в столицу Югры воспользовался моментально. После тренировки мама приходит, говорит, Женя, тебя позвали в Югру. Ну, ну, все. Мы на следующий день выехали, отпросились у тренера. Ну, проиграл, надо кувыркаться. Два раза. Все, поехали дальше. А это Арсений Третьяк. Он, как и я, только сегодня приступил к тренировкам. Раньше вратарь защищал ворота Санкт-Петербургской команды с Кастрельно. Сейчас присоединился к Югре. Как приехал, сразу побежал на тренировку. Немного есть волнение, когда ты выходишь с новой командой. Ты не знаешь никого, ничего, не знаешь ни тренировок, ни техники. Но это более-менее как сложно. После тренировки Арсений с фамилией легендарного советского хоккеиста поедет заселяться в гостиницу. А уже завтра пойдет в новую школу со своей новой командой. Так начинается взрослая жизнь вратаря из северной столицы в Северном крае. И у него, в отличие от меня, большое хоккейное будущее. Дмитрий Пришвицин, Григорий Апанасюк, Леонид Чемляков. Специально для программы «Больше чем новости». Такой была еще одна неделя в Югре. В следующую пятницу мы вновь расскажем истории жизни югорчан.